сегодня в программе вот именно здесь они плавали я нахожусь в древнеримском бассейне первый камень который был заложен несет многовековую историю и сейчас собор является неким духовным антиквариатом города аквитерми я предупредили что имеет такой не очень вкусный запах это вода но что не сделаешь ради исцеления вида просто перебивает все моё мышление и я забываю слова вот это да как же вкусно как же вкусно повезло же мне кто хоть однажды видел италию тот никогда больше не будет несчастным так говорил гетте и мы с ним полностью согласны приглашаем вас в захватывающее путешествие по этой восхитительной стране где каждый уголок неиссякаемый источник вдохновения и положительных эмоций уютные узкие улочки запах моря и свежеиспеченной пиццы приветливые лица прохожих роскошные палаццо и конечно богатая история приготовьтесь наше приключение по северу италии начинается в италии пожалуй как ни в какой другой стране мира любят и умеют отдыхать сочетание приятного с полезным здесь приобретает особый смысл и берет свою историю еще с древнеримских времен конечно же мы говорим о термах которые появились еще до нашей эры и в современном мире достигли столь высокой популярности проще говоря римские бани с течением времени трансформировались в современные спа-центры однако мало кто знает откуда история римских термальных источников и бань берет свое начало городок аквитермы в котором мы сегодня находимся представляет собой термальный курорт расположенный в регионе пьемонт целебные свойства источников города известны еще с римских времен спа-курорту аквитермы нет равных во всей италии бонжорно дамы и господа вы смотрите программу неизвестная италия я продолжаю покорять и изучать города северного пьемонта я нахожусь в акватерме исторический город передо мной постройка до нашей эры аквидук что это такое я готов с вами поделиться этой информации о я вижу где можно подойти к ней максимально близко я же люблю нарушать правила пойдемте попробуем кто-то видимо до меня уже пробовал сюда пройти значит я не первый это уникальное историческое сооружение слушайте получается аналог нашего современного водопровода а а это сооружение было построено в подарок жителям города акватерме древним римским императором августом высота 15 метров протяженность напомню еще раз 12 километров она пролегала через всю территорию этого древнего исторического города представьте себе в то время и уже была вода римляне подарили миру множество инноваций ценность которых в том что мир продолжает пользоваться ими и по сей день одним из таких гениальных изобретений по праву считается римский аквидук или как бы мы сейчас сказали трубопровод именно эти сооружения выполняли важнейшую функцию водоснабжения городов потребляющих все больше и больше воды аквидук в риме появился уже в четвертом веке до нашей эры а к третьему веку до нашей эры здесь их насчитывалось уже 11 штук римские аквидуки сооружались даже в африке кроме того водоснабжением был обеспечен карфаген впечатляющие руины римского аквидука все еще стоят рядом с рекой бармида как напоминание о том что вода всегда была важным элементом в аквитерме очаровательном городке который может похвастаться завидным многообразием курортов памятников культуры и кулинарного мастерства аквитерме расположен в самом сердце региона пьемонт в северной италии в окружении захватывающих дух пейзажей виноградников его горячие минеральные воды чрезвычайно богаты терапевтическими свойствами поскольку построен городок на месте потухшего вулкана здесь много горячих источников которые бьют прямо в сердце города и вот я в центре города где расположен самый главный источник термальной воды это у нас павильон балэнта чем он знаменит тем что горожане и гости города приезжают сюда дабы попробовать эту термальную воду она лечебная она исцеляет такие заболевания например как кожные сердечно-сосудистые полезны для суставов а в нее входят такие полезные элементы как йод соль бром и множество остальных из таблицы менделеева прямо сейчас я на себе попробую что это такое за вода чем она полезна и какой эффект будет после того как я попью попрошу оператора который допил я так понимаю сок можно я использую ваш стаканчик спасибо большое между прочим вода 75 градусов эти насколько она горячая вместе идет испарение по запаху напоминает протухшие яйца ночь приятный запах честно ну раз сказали мне попробовать и она реально помогает попробую почистить свой организм горячая на вкус она не сказал бы что приятная чувствуется соль да правда посмотрим что будет со мной через некоторое время павильон баленте был построен в самом центре аквитермы в 1870 году на месте где на поверхность выходят горячие источники с температурой воды плюс 75 градусов пар поднимается и клубится вокруг этого места вода здесь очень насыщенно серой но это не мешает тысячам туристов приезжать сюда и дышать целебным воздухом баленте в переводе с итальянского означает кипящий вода действительно очень горячая а кое-кто даже пытается увезти частичку вод баленте с собой город-курорт аквитермы славится не только своими водами городок наводнен важными историческими сооружениями и один из них замок последних императоров византии прогуливаясь по уютному итальянскому городу акватерме я не смог пройти мимо этого интересного места замок палеологов его построили в 1056 году практически тысяча лет назад познакомился с рафаэлла она знает тонкости истории этого места здравствуйте как ваши дела спасибо отлично меня зовут кирилл а я рафаэлла рада вас видеть здесь в этом прекрасном городке аквитерме в этой брошюре также написано что этот замок принадлежал представителям фамилии гонзага этот прекрасный замок примечателен и тем что внутри расположен археологический музей аквитерме ну что ж вот и его вход пойдем и посмотрим что там внутри замок палеологов впервые упоминается в 1056 году с изобретением пороха он утратил свое боевое могущество неоднократно получал повреждения и множество раз захватывался в одной из частей замка теперь находится городской археологический музей сначала это была резиденция графов-епископов аквитерме которые жили там до второй половины 13 века когда жестокие внутренние столкновения между дворянскими семьями города положили конец их правлению позже в 1260 году замок перешел к маркизам династии палеологов монферрата которые несмотря на драматические события войны и семейные споры из-за проблем со властью все-таки удерживали владычество над городом до начала 16 столетия на протяжении своей истории замок претерпевал значительные перестройки переходил от одних владельцев другим пока в 1708 году комплекс не перешел под непосредственное управление домом савойи мы с вами находимся в первом зале музея который посвящен периоды палеолита ну что ж здесь очень много различных предметов орудий труда давайте вместе подойдем поближе к этим экспонатам это очень интересно здесь мы можем больше узнать о жизни человека в железном веке представляете а это нет не совсем надпись звучит немного по-другому это могильный камень очень древний амстер а не могу не монфер ати после многочисленных войн и нескольких осад которые сменяли друг друга между 16 и 18 веками замок был частично разрушен испанцами в 1646 году и так мы с вами вошли в зал который на мой взгляд является самым красивым и самым важным залом данного музея в нем находятся предметы найденные при раскопках на площади баленте вы уже там были этот фонтан раньше находился на площади баленте обратите внимание да в зале здесь вы видите воссоздание того фонтана построенного еще римлянами используемый материал при строительстве серый мрамор в древние времена этот фонтан был важным городским центром местом общения местом отдыха горожан это важный экспонат не только потому что является можно сказать символом нашего города достоянием музея да да но и потому что дошел до наших дней в прекрасном состоянии посмотрите как сохранился этот мрамор и выглядит это все очень величественно и достойно очень красиво могу я залезть ну когда мне говорят нельзя я обычно это делаю очень интересно новая реконструкция начавшаяся в 1663 году позволил разместить в этом памятном и знаковом для всего региона пьемонт вместе комнаты археологического музея который позволяет охватить огромный пласт истории этот город полон удивительных загадок которые интересно разгадывать и погружаться в тайны средневековья базилика сан петро названа в честь святого апостола петра про которого мы знаем по писаниям евангелия это одно из самых старейших сооружений города построены в четвертом веке сюда приходили горожане чтобы молиться исповедоваться и принимать участие в богослужениях первый камень который был заложен несет многовековую историю и сейчас собор является неким духовным антиквариатом города аквитерми и я говорю тебе ты петр и на всем камне я создам церковь мою и врата ада не одолеет ее подлинная жемчужина простоты и уникальности внимательный турист непременно оценит это место мы говорим о подлинной римской базилики прекрасно сохранившийся и дошедший до наших дней с небольшим количеством изменений и это уникально некоторые источники указывают что когда-то это место было частью главных ворот в город снаружи это здание выглядит весьма скромно фасад и недостающие части были перестроены и отреставрированы работой были выполнены архитектором витторио мистурино это базилика прекрасный пример того насколько простота может быть эффектной даже в произведении искусства не стоит забывать что это часть региона пьемонт известные своими гастрономическими традициями она является родиной изысканных итальянских вин кроме того этот район является родиной белого трюфеля самого дорогого в мире гриба сейчас мы отправляемся винный погреб который ведет свою историю в этом регионе еще с римских времен на часах полдень значит настало время обеда выбрал я место под названием и на тека регионале именно здесь я получу гастрономическое удовольствие и изучу досконально каждый уголок это хранилище где находятся разные сорта вин между прочим что готова один самый какая улица узкая кстати чуся и на тека в том виде в каком предстала перед нами сегодня открылась в мае 1981 года ежегодно принимает участие в национальных мероприятиях среди которых различные фестивали и гастрономические конкурсы а также фестивали вина интересное место заказала самое лучшее и вкусное что имеется здесь из еды в на теке а имеется здесь довольно много вкуснейший сыр грана падана подается с овощной закуской и свежих овощей рагу овечьий сыр гри сини всевозможные угощения и конечно вино будьте осторожны вы влюбитесь в это место с первого взгляда здравствуйте кирилл добро пожаловать очень приятно познакомиться с вами сейчас я познакомлю тебя с нашей винотекой она имеет статус региональной винотеки а также играет важную роль для нашего региона сохраняя культурное наследие здешних уникальных мест в чем-то ее можно назвать небольшим краеведческим музеем вина здесь все желающие могут познакомиться с богатейшей истории пьемонских вин и истории развития местного виноделия вина тека объединяет 130 производителей вина в пьемонте это производственное объединение в свое время дало импульс развитию всего региона а вот здесь посмотри да вот здесь мы можем увидеть небольшую экспозицию посвященную истории нашей винодельни оригинал этот инструмент да оригинальный использовался для изготовления вина больше такие не используются конечно он очень старый мы с вами находимся практически в музее а здесь вы видите старинный штопор давным-давно с его помощью открывали бутылки с вином а где вы на фото это процесс сбора винограда но я еще не родилась это 1925 год возможно моя бабушка уже жила в это время а на этом фото запечатлен сбор мускатного винограда этой местности это реальное фото емонта да да безусловно а какой это город скорее всего здесь изображен город аквитерме здесь не написано но кажется да этот снимок сделан в нашем городе да история этого места уникальна анализа рассказала что и на тека располагается во дворце рабелине 16 столетия она старинная ее история насчитывает несколько веков наверху находится здание муниципалитета города аквитермы а здесь внизу располагается помещение для посетителей гостей туристов кроме того здесь представлены все вина которые производят в регионе пьемот изначально когда древние римляне стали строить и обустраивать этот город термальную воду они использовали для мытья своих животных и только спустя некоторое время они осознали и что это вода должна использоваться в других случаях ну например как пить мыться в ней ведь она же целебная как вы помните сейчас вы видите памятник виторио мануэль он это основатель государства италия их можно увидеть по всей италии друзья смотрите гранд хотел термес тот самый легендарный отель которые находятся в самом центре города именно там я разместился и туда сейчас направляюсь дабы взять с собой плавательный костюм потому что я отправляюсь в римские сауны римские бани или термы имеют древнюю историю появившись еще до нашей эры они сразу стали центром культурной жизни всего римского народа пожалуй это самые масштабные помывочные для массового пользования роскошь и величие которых не удалось превзойти ни одному другому виду бань термы олицетворяли собой роскошь римской империи мы отправились в археологический музей посвященный раскопкам римских терм большой бассейн чьи останки были обнаружены на нынешнем проспекте корсу бани относится к времени римской империи и находится он под землей мы с вами находимся внутри бассейна этого огромного гидротехнического сооружения а вы можете убедиться в его колоссальных размерах колонны которые вы видите по центру не были воздвигнуты во времена строительства бассейна как вы могли бы подумать они вовсе не современники римской империи эти колонны построили в начале двадцатого века специально для того чтобы перекрыть крышей и защитить от повреждения места раскопок вы можете видеть каждый слой пола бассейна вы также можете видеть мраморные плиты к тому же облицовка производилась разноцветным рамам которые свозили сюда со всех уголков римской империи из азии африки греции а также из разных регионов италии например карарский мрамор он также используется для облицовки пола бассейна из облицовочных мраморных плит разных цветов над ней по периметру выкладывали узоры как вы знаете дорогие уважаемые телезрители из предыдущих выпусков я люблю хулиганить порой и делать то что обычно простым туристам горожанам не разрешается прямо сейчас вы позволите аккуратно зайти а внутрь где раньше римляне купались вот в таком бассейне посмотрите-ка туда вот именно все не плавали я нахожусь в древнеримском бассейне это действительно историческое место на этих снимках вы видите раскопки бассейна еще не перекрытые крышей с этой стороны как вы видите на фото посмотрите вот располагалась сауна мы можем судить об этом по расположению каменных плит мы также видим каналы проделаны для подачи и вывода воды здесь вы можете видеть элементы фундамента бассейна восстановлены также его стены воздвигнутые из камней и строительного раствора в качестве раствора в те времена применяли пуцалан знаете что это пуцалан это пылевидный продукт смесь вулканического пепла пемзы и туфа в римские византийские периоды пуцалан широко применялся для строительства фундаментов и таких как например водопроводы акведуки термы цистерны водонаполняемые рвы и пирсы в сочетании с речной водой пуцалан образовывал водопрочный строительный материал наподобие скажем современного цемента а вот так и вот мой отпуск подошел к своему логическому завершению я посетил четыре прекрасных города северного региона пьемонт асти турин альба аквитермия италия роскошно и незабываемо прекрасные виноградники красивые пейзажи зеленые поля ну и конечно вкусный кофе с круассаном италия ждет каждого из вас меня зовут кирилл сербинин аривидерчи пока а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok